Добрый день, это студия Тутбай ТВ. Сегодня здесь мы начинаем наш новый проект. Он называется «Политэкономика». И в рамках этой программы мы будем с какой-то периодичностью пытаться выяснить, что же спасет Беларусь – политика или экономика. И сегодня мы будем говорить, конечно же, о том, что произошло в пятницу в Борисове на предприятии Борисов Древ и чем это является, симптомом или следствием. Публичная выволочка для ряда белорусских чиновников и топ-менеджеров различных государственных учреждений от руководителя государства стала, наверное, самым громким событием прошлой недели и достаточно симптоматичным. Что это все значит, будем сегодня обсуждать вместе с моими гостями. Гости вам известны. Я рада приветствовать, во-первых, Дениса Мельянцова, политолога, старшего аналитика Белорусского института стратегических исследований. Добрый день. И всем знакомый Сергей Чалой, экономист, ведущий программы «Экономика на пальцах». Итак, давайте плясать, собственно, от Борисова. Строгий вот этот разговор с чиновниками различного уровня, который увидела вся страна в пятницу – это что? Это следствие политических ошибок, либо это признаки глубокого экономического роста? Как это трактовать? Ну, теперь тоже, в общем, понятно, что это было во многом постановочное событие, потому что, собственно говоря, из того, что президент наговорил в пятницу в указе, который появился буквально через два дня, там практически ничего из того, что он сказал, не реализовано. Борис Батура, который, в общем-то, достаточно вызывающе себя вел во время этого посещения, теперь выясняется, что это он продемонстрировал всем остальным чиновникам, такой вот легкий способ идти на пенсию, несмотря даже на угрозу, быть там посаженным, ну, точнее, там, дословно было «заведем уголовное дело». А что это было? Очевидно, что это было. Во-первых, надо понимать, что Борис Авдреев занимает, скажем, вот с точки зрения нынешней экономической риторики, центральное положение, потому что это именно то предприятие, на котором год назад, ну, почти год назад, чуть меньше, там, это был 30 ноября, значит, был вот окончательно презентован вот этот план модернизации, впоследствии названный комплексной модернизацией. Фактически это единственный сейчас осмысленный какой-то план в экономике у властей, и выясняется, что года не прошло, да, все дедлайны сорваны, и эта идея терпит крах, и что, в общем, делать непонятно. Средства благополучно осваиваются, результатов, в общем, не видно. При том, что как раз Борис Авдреев, вот что особенно интересно, что Борис Авдреев-то как раз был не самым худшим кейсом, вот из модернизационных, вот, но именно в силу того, что он так важен, значит, идеологически, поэтому вот такая реакция. И по тому, что там случилось, да, то есть фактически не случилось ничего, директор продолжает работать, генеральный, ну, там, я так понял, значит, под раздачу просто попали несколько там людей из администрации, ну, Андрей Николаевич Тур, в общем, он, мне кажется, и так был достаточно бесполезен все это время в администрации, да, то есть не был он не виден, не слышен, никаких он интересных идей не высказывал экономических, вот, и вот, собственно, все, то есть никаких, собственно, выводов, кроме как указ об укреплении дисциплины, но у нас уже дисциплину укрепляют, дай бог памяти, с 2001 года или какого-то еще в этом духе. Так что вот основной вопрос это то, что любимое детище, да, фактически, в общем, как бы терпит крах, да, то есть результатов нет, а они даже скорее отрицательные в силу того, что деньги потрачены впустую. Какой взгляд политологов на произошедшее в пятницу? Это вот эта публичная порка и отстранение ряда чиновников, это экономические просчеты, политические просчеты, что имеем? Во-первых, согласен Сергеем, то, что это театр для населения, это была явно постановочная такая штука, которая была призвана поддержать вот этот вот популистический имидж нашего лидера, президент всегда прав, президент, в общем, решает вопросы в стране, а бояре, вот эти вот чиновники, которые его не слушаются, им необходима взбучка время от времени, то есть можно трактовать это как часть начавшейся президентской кампании электоральной, с одной стороны, а с другой стороны... А разве не саму модернизацию можно было год назад еще трактовать, как начало президентской... В принципе, можно, можно было эту и чуму свиней тоже трактовать, то есть там были очень такие яркие популистические тоже посылы, которые показывают, что игра идет действительно на публику, на электора. Таким образом, власть пытается вернуть потерянную социальную базу и как можно больше ее расширить перед президентскими выборами, перед кампаниями электоральными. Второе, это действительно попытка устрашения. Это даже не устрашение, это попытка устрашения. Мы, наверное, позже про это еще поговорим. То есть у президента Беларуси тут выбора не очень много, то есть было явно видно, что его не очень-то чиновники боятся. То есть, как уже Сергей сказал, то есть Батура уйдет на пенсию, то есть никаких посадок не будет, то есть это... Так даже по сюжету, который показали по ТВ, было видно, насколько он... Видно, как они дерзят. Да, именно. Не то, как раньше глаза в пол, а практически возражает. И третье, вся эта ситуация, в общем, с модернизацией, с Борисов Древом, с этим одиозным указом по закреплению работников показывает еще одну очень важную штуку, как мне кажется, это саботаж чиновнический. То есть, если раньше чиновники как-то пытались нивелировать так называемые глупые, дурные законы, то теперь очевидно, что они просто их саботируют. То есть, пускай наверху там делают все, что хотят, мы просто не будем выполнять. И поскольку безнаказанность, вот этот второй пункт, про который я говорил, безнаказанность, она действительно есть, то есть они просто не боятся саботировать это мероприятие. Но при этом большая часть белорусских чиновников – это те люди, которые иллюстрируют такую кадровую стабильность в нашей стране. Они ли виноваты вот в тех проблемах, которые сегодня возникли и в политической сфере, и в экономической? Ну, как тут сказать, тут виноватого, наверное, так просто не найдешь. Тут нужно искать проблемы в самой системе, и экономической, и политической. И вот, например, с политической стороны, если смотреть, то вот такому типу политического режима, который сложился в Беларуси, ему имманентно внутренне присущи определенные нестабильности и противоречия. И одна из таких противоречий – это как раз-таки отсутствие внутренней серьезной легитимности. То есть если, например, демократические режимы и демократические правительства, они приходят через выборы, они опираются на большинство населения. Если, например, тоталитарные режимы приходят через революции, то есть опять-таки опираются на широкое массовое движение, идеологию, то авторитарные режимы, они могут опереться на очень небольшой набор инструментов. Это либо бюрократия, либо кормить, что, в общем, одно другому не мешает. Либо это партия какая-то, либо это военная. А у нас такой тип политической системы, которая, в общем-то, строится по бюрократическому принципу, такая персоналистская, персоналистский авторитарный режим, опирающийся на бюрократию. Но поскольку качество бюрократии у нас далеко не веберовское, то есть это старые советские, в общем-то, кадры, то совершить с ними какой-то прорыв экономический, политический не получается. И поэтому президент, как он не старается, вот этими магнитаниями, угрозами, какими-то проектами подстегнуть белорусское чиновничество, у него обычно это терпит провалы. Почему? Потому что чиновники уступают за сохранение статус-кво, для них нужны какие-то либо серьезные стимулы, как у Сергея сказал, которых в стране нет. Тут мы упираемся опять в экономические проблемы. Либо это должно быть качество серьезной бюрократии, основанное на их опыте, на их образовании. То есть должны быть серьезные подвижные социальные лифты, которые будут кооптировать эту новую бюрократию из каких-то новых групп. Этого пока в стране нет, и вот это вызывает очень серьезные противоречия. И поскольку у нас сейчас уже нет такого роста, который был в середине 2000-х, в конце даже 2000-х, то внутренняя легитимность самого политического режима ослабляется. То есть это как велосипед. Пока велосипед едет, то система работает. Если рост останавливается, то население задает себе вопрос, а по какому, в общем-то, праву нами руководить? Так и чиновничество, наверное, таким же вопросом задается. В общем-то, они тоже граждане этой страны. Ну, в общем-то, они руководят. Ну, можно и так считать. Я, собственно, что хотел сказать. Почему вообще, если можно так чуть-чуть в сторону, про идею вообще вот этой передачи, и что мы сейчас, собственно, обсуждаем. То есть я, например, скажем, в своей сфере столкнулся с тем, что для многих событий объяснений чисто экономического уже попросту не хватает. Либо, когда ты объясняешь, в общем, какие-то процессы, ну, в частности, вот последние вещи, связанные с, ну, очевидным для всех, необходимостью, опять же, мягко скажем, не будем произносить слова на буквы Д, макроэкономической корректировки. То, что в какой-то момент, да, значит, получается, что нормальные, вроде бы логичные, значит, теоретически правильные экономические решения наталкиваются на некие там политические ограничения. То есть, значит, существует какая-то там другая сфера, которая, в свою очередь, да, предъявляет какие-то, ну, то есть ставит узкие рамки для того, что возможно в экономике. В свою очередь, вот мы сейчас говорим как раз о том, что в политической сфере, да, есть такие же проблемы, которые связаны с тем, что в данном случае уже граничные условия – это способности экономики. Да, то есть, если раньше, пользуясь вот этим, о вашем же, кстати, писовским термином, социальный контракт, да, если раньше он был очевиден, то есть вы не участвуете в каких-то там политических процессах, да, а мы за это вас кормим, то после того, как уникальная, значит, белорусская экономическая модель, доказавшаяся эффективность в 2011 году, значит, прекратила свое существование, а новой нет, да, стало, в общем, понятно, что, ну, как бы, а что делать дальше? И вопрос просто вот видения будущего, да, элементарного, то есть модель, какая она будет, вот какой у нас будет экономика через год, какая у нас будет политика через год, ее просто ответов нет. А вопросы стоят прямо сейчас. И спрашивается, возможно ли в этой ситуации действительно принятие каких-то решений, которые бы имели экономический смысл в этой, скажем, политической среде? То есть можно ли как-то воспользоваться… Ситуацией. Да, ну, потому что действительно, рано или поздно, то есть ты сталкиваешься… Я коротко просто скажу, о чем идет речь, да, то есть речь идет о том, что по тем или иным причинам, значит, ну, это уже всем, по-моему, очевидно, что, значит, принято какое-то решение или даже поручение сверху о том, что вот там номинальный курс белорусского рубля там трогать можно только в очень-очень ограниченных пределах, да, то бишь девальвация запрещена, причем запрещена по каким-то явно внеэкономическим соображениям. Да, в этой ситуации возможны только, опять же, если это вот граничные условия, которые заданы экономическим экспертом, в котором надо решать задачу по стабилизации экономики, там для этого, в принципе, ее можно решить, но социальные последствия будут еще более тяжелые… А потом и политические. Да, ну, и еще меньше шансов, что это будет реализовано. И все-таки экономический взгляд на проблему, какой кризис глубже, экономический или политический сегодня? Нет, сейчас-то, конечно, экономический и острее. Так политического нет кризиса, на самом деле. Да, в том-то и дело. То есть нет осознания того, что, в общем, систему надо менять. То есть есть, ну, мы же видим, что идут попытки просто тем же самым способом, да, ну, просто заставить ее, ну, что ли, там, пришпорить. Вот, а пришпоривание не работает. Вот, в принципе, Денис как раз уже заметил, значит, этот тезис. Я, в принципе, о нем давно уже говорил в своей передаче, что действительно такое ощущение, что примерно с прошлого года, если раньше, вот, плодотворные дебютные идеи президента, они все-таки каким-то образом, значит, в процессе их, там, имплементации, да, как слово такое, ну, то есть в том виде от идеи до документа, они все-таки приобретали относительно удобный вид, да, то есть максимизация полезного того, что там была заложена и минимизация каких-то негативных последствий, то сейчас мы видим, что этого вообще не происходит. Самый выпьющий пример – это как раз декрет номер 9, идея которого была, родилась именно на Борисовдреве, там, год назад. Что последовало после этого? После этого последовала идея налога на безработных, значит, и идея студоровой пошлины. И только тогда, когда, значит, стало понятно, даже президенту стало понятно, что этот фильтр не работает, улучшения не происходит, да, и тогда только он заявляет о том, что, ой, значит, извините, со студоровой пошлины, наверное, брякнул себе во вред. Да, то есть получается, что это даже скорее не саботаж, это скорее просто такая классическая итальянская забастовка. То есть что вы от нас хотите? Вот мы дословно и сделаем. Претензии есть? Нет. К пуговицам претензии есть? Нет. К рукавам претензии есть? Нет. А то, что в экономике плохо, это, собственно, кто у нас руководитель? Решайте, да. Денис перечислил основные, скажем, проблемные пункты в экономике. Это один такой проблемный пункт. Их много там. Хорошо, давайте тогда продолжим о проблемах в политике, в политической сфере, чтобы потом понять, как это все взаимодействует с экономикой. Алена, вот ты сказала про кризис, да, я хотел бы тут сразу подчеркнуть, что политического кризиса на самом деле нет. И вот если нам сейчас покажут четвертый слайд... Но он, в принципе, возможен. Конечно, он возможен. Если нам четвертый слайд покажут... Вот это данные НИСЭПИ за сентябрь, которые показывают рейтинг электоральный президента и рейтинг доверия. И здесь мы видим, что, в общем-то, рейтинг растет. Вслед за ростом заработной платы рейтинг растет. А растет он почему? И вот почему кризиса нам не наблюдается? И вот покажите нам, пожалуйста, пятую картинку. Кризиса нет, потому что, еще как говорил Вебер, вот опять мы к нему возвращаемся, для того, чтобы... В авторитарных режимах, в общем, самое сложное для властей и самое проблемное, это не кризис легитимности, не кризис того, что ты теряешь рейтинг. А проблема в том, есть у тебя альтернатива политическая или нет. И вот когда у тебя политической альтернативы нет... То можно достаточно долго... Можно обваливать рейтинг сколько угодно. То есть, вот на этом последнем графике мы как раз видели, что, несмотря на то, что у нас были вот такие вот спады президентского рейтинга, рейтинг оппозиции, в общем-то, не рос. И он стабильно низкий. Вот эти пики можно считать как флуктуации. Если мы посмотрим год к году, то получится, что у нас там за 10 лет, в общем-то, выше 20% доверия к оппозиции никогда не поднималось. И вот это вот на самом деле большая проблема. И это позволяет говорить о том, что на самом деле кризиса политического никакого нет. Есть внутренние проблемы, действительно. У каждого авторитарного режима они заложены внутри. И, в общем-то, при складывании соответствующей ситуации вот эти вот проблемы, они могут выстрелить. То есть, сегодня мы говорим о системном кризисе. Мы говорим о проблемах системных внутри самого политического режима, которые могут выстрелить. И вот, например, одной из таких проблем, присущей нашему тоже политическому режиму, вот много обсуждали, это отсутствие, скажем, такого стоп-крана, да, или предохранителя. То есть, в белорусской системе не прописано, в том числе и на законодательном уровне, каким образом реагировать на какие-то emergency, на какие-то экстренные ситуации. Экстренные, да, кризисные ситуации. Вот и та же самая чума свиней, как с ней взмогались, она показала, что, в общем, единых каких-то решений нет, там решалось, кто во что гораст, называется. Кто готов был на себя брать ответственность. Да, кто какую ответственность на себя брал, кто-то договаривался с населением, кто-то там засылал эти расстрельные команды и так далее, и так далее. То же самое можно привести и с теми же самыми медвежьими бомбардировками, да, когда власть отрицала, там, две недели, по-моему, что они вообще были, имели место. Что на дивенцию летали плюшевые мишки. То же самое. Но тут вопрос даже не в том, что отрицала, а в том, что еще и пропустили же, при том, что, судя по всему, там не сработало все. Ну, там они, скорее всего, засекли, но просто вот эти вот механизмы не сработали, как они должны сработать. И, наверное, самое наглядное – это кризис 2011 года, когда вот несколько месяцев просто отказывались, полгода отказывались решать проблему. И вот это привело как раз и к политическому шоку. И вот это позволяет говорить о том, что отсутствие такого стоп-крана делает систему уязвимой. И какой-то внешний шок или там внутренний шок может привести к ее слому. Вот это вот, да, это очень большая проблема. И поскольку Сергей вот начал говорить про соцконтракт, это наше исследование, БИСовское, я здесь бы хотел вот вкратце, наверное, основной вывод привести этого исследования. Вот покажите, пожалуйста, нам первую картинку. Здесь вот мы попытались сравнить с 2008 годом, то есть оценки ситуации и ожидания. И мы пришли к выводу, вот это только динамика по наемным работникам, но тем не менее мы анализировали там и молодежь, и пенсионеров, и так далее. И самое интересное, что, в общем-то, несмотря на то, что власти из кризиса выплыли, и люди демонстрируют, в общем, оптимизм, но с другой стороны они демонстрируют и то, что, в общем, ожиданий по отношению к государству у них нет никаких. И здесь мы возвращаемся опять к вопросу легитимности. Я бы даже сказал, негативные ожидания больше. То есть они не ожидают от государства ничего. У них там спрашивают, вот как вы считаете, рассчитывают, да, или вы рассчитываете на государство, или на самих себя. Подавляющее большинство, и даже пенсионеры, там практически вот по пунктам, все идет в минус. То есть даже пенсионеры не надеются на государство, ну, во всем, что касается, там, пенсии только, единственное исключение. Вот, то есть это подводит нас, да, к тому, что, вот я говорил про легитимность, то есть народ больше в государство не верит. Пускай он президента и поддерживает, пускай электоральный рейтинг высок, потому что нет альтернативы. Ну, есть же и большая доля тех, кто вообще не там, не там. Да, во-первых, они всегда есть. То есть просто не участвуют в них. Да, они всегда есть. Сабсентеисты вот такие они есть всегда. Да, но вот это исследование нам демонстрирует, что народ стал более автономен от государства. И это еще один вот такой вот звоночек для нашей системы. Тревожный для вас. Отчуждение, как сказали бы марксисты. Да, да. А с политическими проблемами разобрались все? Нет, конечно. Нет, нет, нет. Я, знаете, сказал бы примерно вот о чем. Тут ведь речь идет не о кризисе действительно, да, а о том, что вот есть какая-то своеобразная динамика этой системы. Она такова, что, ну, если так пользоваться, опять же, логикой системного анализа, да, значит, теоремы Эшби, да, из кибернетики, что для того, чтобы управлять каким-то объектом, который имеет n степени свободы, вам нужно иметь n плюс 1 рычаг, иначе вы просто не управляете. Да, значит, и по мере усложнения самого объекта управления вам нужно, значит, увеличиваться. Усложнять рычаг. И как минимум, да, и управляющая система должна усложняться, ну, и в том числе тут вопрос компетенции тех, кто за эти рычаги будет действовать. Так вот у меня создается ощущение, что при том, что действительно усложнение, скажем, экономическое как минимум точно происходит, да, мы уже видим, что то, что остается вроде бы под контролем государственным, показывает результаты абсолютно худшие, чем, ну, там, предприятие вневедомственного подчинения, там, не говоря уже о частных, да, об этом уже давно говорят. Что речь идет даже не об этом, а о том, что фактически динамика развития вот всей системы политэкономической такова, что она сама начинает свои собственные степени свободы уменьшать. То есть количество рычагов, с помощью которых можно что-то делать, их становится все меньше. Вот, и, грубо говоря, то есть идет просто какой-то вот, ну, режим дисфункционального развития. Если раньше она была действительно функциональна, ну, на самом деле ведь там почти десяти, ну, смотря какой период брать, там, есть даже период с 2003 по 2008, который вообще там за 10 процентов экономического роста дает, да, то есть мало кто может похвастаться такими результатами. Другое дело, что сейчас этого совсем нет. Вот, и вопрос заключается в том, что чем более острыми становятся проблемы в экономике, да, тем больше начинает чувствоваться вот эта вот ограниченность инструментов, которые есть в силу каких-то политических вещей. И просто, ну, основной вопрос, который встает, да, это некий вопрос, там, ну, что ли, там сценарного прогноза. То есть что делать в этой ситуации? Потому что, в принципе, ответ, скажем, в экономике, он нужен уже прямо здесь и сейчас. Потому что иначе будет повторение сценария 11-го года, точно так же откладывание решения и в конечном счете признание того, что случилось там помимо воли и, значит, самой системы управления, да. То есть просто когда рынок вынужден был, вынудил, точнее, да, принять вот то, что в экономике произошло с большим количеством, в общем, негативных последствий, в том числе и политических последствий. Так вот, как раз обращаясь вот так к Денису, то есть есть ли в этой системе какие-то, там, я не знаю, там, пускай не фичи, а баги, как принято говорить, да, которые можно использовать для того, чтобы все-таки какого-то, ну, благоприятного сценария развития событий, не скатывания снова вот этот вот неуправляемый процесс добиться? Тут, если уже, да, теоретизировать дальше то, что Сергей начал с экономической части, с политологической части, то, в общем, мы стоим перед дилеммой одновременности, да, если вот вернуться к переходам, да, нам нужно одновременно проводить экономическую модернизацию, нам нужно проводить одновременно переход к демократии либо к политическому модернизацию и одновременно отстраивать национальное государство и институты национального государства. Вроде же уже более... Вроде же, да, институциональное... Они отстраиваются, но все равно это очень небольшой промежуток времени, и мы видим, что некоторые институты, в общем, дисфункциональны. Действительно, что набирать. Да, и если, например, в Западной Европе, которая является таким примером для перехода в модернизацию... Можно я перебью? Очень ты, извини. Там просто прозвучал вот этот момент перехода к политической модернизации, да, если пользоваться вот этой вот аналогией, которую я когда-то предложил, что, скажем, если модернизация, это просто вот ответ аналогичный, скажем, позднесоветским предложению, давайте мы поменяем только экономику, да, то есть вот то, что называлось ускорением социально-экономического развития вначале. И когда стало понятно, что вот такого рода, значит, модернизация, ну, тогда просто такого слова не было, да, ускорение, наша модернизация, тогдашнее ускорение не работает, мы помним, какой был следующий ответ, да, нужно всю систему менять, пошла перестройка, которая подразумевала, в том числе изменения и политическую, да. Да, то есть если Западная Европа проходила этот путь стадиально, то есть сначала они отстраивали на протяжении там позднего средневековья и средневековья национальное государство, потом они переходили к капитализму, и потом они уже демократизировали, да, то у нас это все сжалось время, и нам нужно это осуществлять одновременно. Плюс у нас еще есть такие внешние вызовы, да, весь мир уже рядом с нами трансформировался, и дышат нам в затылок, скажем так, конкуренты, образно выражаясь. И в политологии есть давний серьезный спор по поводу того, что первично, да, либо это знаменитый спор приверженцев Сеймура Липсета и Сэмуэля Хантингтона, первый из которых говорил, что сначала идет экономическая модернизация, и уже модернизированное богатое общество превращается в динократии. Только выше какого-то уровня дохода предъявляет спрос на политические свободы. Вот, а Хантингтон и его приверженцы говорили о том, что, в общем, экономическая модернизация может проходить только в определенных условиях, и государство должно обеспечить управляемость, контролируемость этих процессов. Если оно не обеспечивает, если переход экономический происходит в условиях демократии, то, возможно, это все скатится к хаосу. И, в общем-то, есть очень много примеров и того, и другого. Если мы возьмем отдельно авторитарные режимы и отдельно демократии, посмотрим, кто из них успешнее модернизировался экономически, то мы увидим приблизительно одинаковую картинку. То есть спор не закончен. Я бы сказал так, что все-таки, скажем, секс-историй у авторитарных режимов, наверное, выше, по пикам, если что ли говорить, на средний уровень, скажем, и рисков больше у авторитарной модели. Да, то есть там есть много нюансов. И авторитарная модель, она может провести успешную авторитарную модернизацию только в очень узких условиях. Например, вот тот же самый Сингапур. Который все приводят. Да, там опор на качество бюрократии, про которые я уже говорил. Или, например, военные в Латинской Америке. Но военные это скорее исключения, которые проводят реформы, которые дают карт-бланш либералам для проведения реформ. Но там скорее в Латинской Америке появление военных диктатур было просто реакцией на социалистические эксперименты. Да, но не все военные диктатуры осуществляли трансформацию. Давайте вернемся в нашу реальность. Сегодня Денис уже сказал о том, что фактически пятничное выступление на Борисовдреве стало отправной точкой в кампании подготовки к президентским выборам 2015 года. Вехой, скажем. Ну, да, к вехой. Ну, важной вехой. В сегодняшней ситуации, что в первую очередь нужно решать? Политические вопросы или экономические, для того, чтобы к 2015 году страна понимала, как что будет развиваться? Одновременно. Я уже многократно рассказывал, что основной вопрос-то ведь заключается в том, что вот то, что из-за чего, наверное, вот так в последнее время раздражение у президента прорывается, вот эти все там народец, там дребедень производите, там, значит, барахло везете, там шмотки и так далее, да, скорее говорит о том, что пришло осознание того, что не удастся дотянуть до 2015 года в режиме без очередного экономического кризиса. Вот. Вопрос теперь только, как с ним, значит, справиться, что с ним делать, да, потому что пока мы видим классическое вытеснение, да, то есть вот как бы вы за меня решите. Вы же помните это обращение к, значит, когда было совещание у президента как раз накануне, вот когда пошли составляться эти экономические планы, мне нужны неординарные подходы, да, придумайте мне неординарные подходы, то есть делайте это за меня. В свою очередь чиновничество сидит, в общем-то, и по большому счету ничего не делает. Зато студенты пишут конкурсы работы, эти кризисы. А вопрос заключается в том, что сейчас даже 2015 год с точки зрения там экономических процессов, это уже дальняя перспектива, да, потому что непонятно, как прожить там квартал, допустим, первый следующего года, когда чиновники вместо неординарных, значит, этих запрошенных планов, да, рисуют план совместных действий нас банк и правительство, вся суть которого заключается в том, что просто консервируется нынешняя ситуация, то есть стабилизации не происходит, да, ну, то бишь макрокорректировки, но в то же время и ухудшения тоже там как бы не планируются. То есть вот на этом вот уровне... Это возможно? Он так написан. Удастся ли его осуществить, это уже другой вопрос, и как раз там в том числе вопрос не только экономический. Вот, но идея именно такая, то есть что вы предлагаете? А мы предлагаем вести себя таким образом, чтобы ни лучше, ни хуже не стало. Вот, и, а при этом, да, этот план на следующий год, он написан исходя из того, что, значит, ну, мы-то все посчитали, там, сколько денег нужно для этого, сколько денег мы можем найти, а теперь, Александр Григорьевич, к вам остался вопрос, нам нужно еще 4,5 миллиарда долларов на следующий год. А это, типа, уже ваша задача, где их искать? То есть сегодня фактически глава государства берет на себя функции поиска инвестиций? Так, он давно эти функции, по сути, в этом же и смысл нашей вот этой был авторитарной модели, когда начальник это вот, ну, атаман, у которого золотой запас, да, к которому нужно ходить и выбивать эти средства. И, кстати говоря, примерно как раз-таки с осени 11-го года стало понятно, что эта работа, да, у президента не выходит. Более того, осень 11-го года показала еще более вопиющую вещь. Мы же помним, что сколько переговоров было, там, Лукашенко с Путиным, с Медведевым, там, и так далее, по вопросу о, значит, условиях поставки энергетических товаров в рамках Таможенного союза Единого экономического пространства. А потом... Решил, в общем-то, не он. А потом два переговора, двое переговоров всего с Путиным проводит Мясникович. И вопрос о цене на газ в два раза меньше, чем по формуле на следующий год решается, да. А дальше президент обещает 2 миллиарда на модернизацию найти у России, нет денег. Значит, в Китае что-то найти, до сих пор нет денег. Значит, все эти поездки по, там, всяким странным странам, с которыми у нас такое сомнительное достаточно экономическое сотрудничество, да, да, эти денег, тоже ничего не приходит. Где? Ну, то есть, я просто к тому, что тут даже нужно говорить не сколько о выборах, там, 15-го года, потому что не очень понятно, каковы перспективы гораздо более ближней. Да, то есть, опять мы утыкаемся в политическое решение, да. И здесь уже нужно принимать решение, откуда можно взять деньги. Либо осуществляешь этот план правительства и Нацбанка и берешь деньги в МВФ. Ну, опять-таки, политическое решение, да, этот план нужно осуществлять. Либо это приватизация. Либо это приватизация. Но, опять-таки, здесь политические риски заложены. И, в общем, мы приходим здесь к тому, что, оказывается, чтобы осуществить, чтобы дальше обеспечить рост, чтобы экономика работала и, соответственно, обеспечить легитимность, необходимо проводить реформы, так или иначе. Как мы помним, Лукашенко пришел к власти в 1994 году как раз с тем, чтобы, как популист, чтобы эти реформы рыночные остановить. Ну да, это была антитеза того, что в России происходило в начале 90-х. Да, и он их, вот эти вот рыночные реформы остановил. А сейчас ирония судьбы в том, что ему нужно их запускать. И опять-таки он открывается для какого-то новой популиста, возможности для нового популиста с тем, чтобы вскочить в этот процесс. Так тут даже я не очень себе представляю, вот человек-то, в общем-то, ну, уже достаточно немолодой, да, и всю жизнь, там, все свои лучшие политические годы, там, и лучшее вот это вот ощущение от того, что у него все получается, провел в одной роли. Как теперь, значит, практически выступить в роли, да, причем противоположной совершенно. Это крайне тяжело. Ну, про что говорил Сергей, БССРовская роль, там, первого секретаря, то есть поехать в Москву и выбить денег. Если ты это делаешь, то ты, в общем, хороший лидер, ты ловишь мышей. Так, слушай, ну это было, это на всем уровне было. Это каждый руководитель, основная его задача была выбивать ресурсы наверху. А сейчас уже эта роль не работает, и нужно либо перестраиваться, либо уступать в дорогу. Итак, весь этот сложный клубок, с чего рекомендовали бы, не постесняюсь этого слова, начинать развязывать. Сергей упоминал страшное слово на «д», которого все боятся, и которое, в принципе, могло бы каким-то образом внести корректировки в макроэкономическую ситуацию. При этом он отметил, что сдерживать, это самое страшное слово на «д», как раз политической волей, разрешение вот этой самой девальвации будет первым разумным шагом в развязывании этого клубка. Здесь-то ведь момент какой, что если действительно мы сталкиваемся с тем, что качество управленцев и управления очень низкое, то это означает, что нужно идти по тем путям, которые менее всего зависят от точности ручного управления. Поэтому логичный предлагаемый путь – это позволить рынку решить вопросы. Если вы не можете тонкой настройкой справиться с какими-то дисбалансами, которые в экономике накопились, то как минимум не трогайте руками, а потом хотя бы признайте то, что сложилось. В итоге же ведь ровно так кризис 2011 года и закончился. Долго-долго сопротивлялись, потом в конце концов сложившийся на единой сессии курс признали в качестве того, который есть. И почему-то вдруг такое удивительное совпадение, ровно в этот же день кризис и завершился. Предприятия заработали, валюта появилась в обменниках и так далее. Более того, получается, что если аргументом против проведения вот такого рода экономической политики являются какие-то политические предубеждения, что как-то стыдно… В очередной раз эти тем же путем. Да, да, да. Это как же у нас получается за одну каденцию два кризиса. Как-то это неприлично уже начинает выглядеть. То на самом деле издержки к пятнадцатому, если их считать, если выбирать путь, вот не делать сейчас ничего… Реализовывать план совместный. Они… и даже там больше нужно, чем совместный план. Но издержки получаются еще более негативными. Потому что, ну, смотрите, тот же опыт 2011 года показывает, что в действительности стабилизация, если просто не противится, и она наступает очень быстро. То есть вот как бы возмущения, которые в экономике образуются, они буквально там за полгода, да, устраняются. После чего, так она у нас устроена, у нас снова наступает там экономический рост. И в данном случае не рост, сколько экономики как таковой, сколько рост доходов, которые там пострадали после вот этого падения. То есть, иными словами, есть очень короткое вот окошко, в течение которого можно одновременно и успеть что-то сделать, значит, в плане стабилизации, и с другой стороны получить некий достаточно продолжительный период, в течение которого электорат заметит, что, а, в общем-то, становится лучше. Когда закроется это окошко? Понятное дело, что оно уже открыто, но когда-то оно закроется? Ну, я думаю, что это максимум ближайших полгода, максимум. То есть до апреля следующего года? Примерно так, да, до поздней весны, да, я думаю, что так. До чемпионата? Ну, кстати, не знаю, как это связано, конечно, с чемпионатом, но примерно так и получается. Потому что дальше, да, то есть вот сопротивление этому, значит, неизбежному приведет просто к тому, что процесс будет, ну, дисбалансы будут накапливаться сильнее, издержки будут больше, а время для того, чтобы их забыть и, наконец, экономики адаптироваться к новому режиму будет еще меньше. То есть, другими словами, не противоречит законам физики. Ну да. Это один. И второе, улучшать качество чиновников, в общем-то, про что я уже говорил. То есть, чтобы заработали опять эти социальные лифты. Так вот как раз похоже, что именно вот это сейчас является основным, собственно... То есть, Румасы вместо Ткачевых. Румасы вместо Ткачевых. Да, да, да. Вопрос, где взять Румасов, вот же в чем. Понимаешь? Ведь, опять же, вот эта ситуация с Борисом Древом великолепно показала. То есть, сколько можно стучать кулаком по столу и говорить, я вас там сейчас... Одним этим же людям. ...стреляю, а при этом ничего не происходит. А почему не происходит? А потому что узкая мега. Вот. Некем заменить. Короткая. Да, некем взять. Короткая. То есть, не работает ни один даже из созданных искусственно механизмов какой-то кооптации во власть. То есть, получается, что у нас, вот, грубо говоря, вот заасфальтировали, да, вот этими пенсионерами, так сказать, кадровую эту всю систему, а новых-то людей не появляется. Даже БРСМ, который подразумевался как кузнецей кадров. Да, 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 да. И что? Он оказался кузнецей кадров для двух людей, да, которые его там возглавляли, и все. А для всех остальных нет. Может, кооптация бизнеса во все эти процессы сегодня каким-то образом улучшит положение власти и ситуации в стране? Ну, во-первых, я думаю, что бизнесу это самому не нужно, и он вряд ли к этому готов. Это все-таки совсем другая сфера деятельности. Вот, и плюс, честно скажу, я достаточно скептически отношусь к тому, чтобы бизнес мог или там демонстрировал способность вот рассуждать не в интересах там своих узких, а в интересах там общегосударственных. Это вот, я даже объясню, почему. Я, мое мнение поменялось тогда, как раз в момент вот кризиса 11-го года, когда предпринимательские союзы начали вырабатывать, наконец, там, это уже там позднее лето, начали вырабатывать свои рекомендации, что же делать. Так вот, оказалось, что их рекомендация, это не та рекомендация, которая, вот, скажем, действительно бы решила проблему, да, то есть, действительно, не трогайте ничего, да, просто дайте возможность экономике работать. Дайте колебаниям затухнуть. А весь смысл их предложений был такой, дайте нам определенные вот привилегии, лазеечки, которые бы нам позволили даже в этой идиотской ситуации нам работать. Понятно, что эти, и при этом очевидным экономическим результатом такого рода предложений, если бы их реализовывали, были бы то, что это был практически механизм перераспределения. То есть, их привилегии в ущерб нагрузке, увеличенной на остальные слои населения. Поэтому я, честно говоря, ну, тогда и разочаровался в их способности предлагать те решения, которые были бы эффективны для всех, а не только для них самих. В этом плюс может быть только один, то, что если бизнес приходит во власть, то существует больше понимания того, что происходит вокруг страны. Например, как произошло с той же самой Российской Федерацией. Это единственный, наверное, плюс, потому что на сегодняшний день бюрократия достаточно изолирована от своих коллег и на Востоке, и на Западе. Они не совсем понимают или совсем не понимают процессы, которые происходят в экономике, в политике, на глобальном уровне, на региональном уровне. И отсюда очень много проблем, связанных с тем, про что мы уже говорили, про то, что у них существует понимание, что физические законы можно нарушить, экономические законы можно нарушить, можно чего-то там не делать, можно саботировать. Мне кажется, тут даже хуже ситуация. Мне кажется, что они просто настолько, по прошествии многих лет, настолько интересно относятся к экономике, что можно любое, даже самое глупое решение поручить, обосновать нашим экономистам, работающим в Академии наук или в НИИК экономики, Минэкономики. И они тебе его обоснуют. Они с помощью самых последних слов экономической науки тебе все докажут. Да, это совершенно инструментально. Просто им давно никто не говорил, что, ребята, есть просто то, что можно делать, а есть то, что нельзя делать. А если вы будете делать так, то вы получите вот то-то. И эти люди привлекают инвесторов в страну. Они должны общаться с инвесторами, и если они не понимают, как это все работает, как они могут осуществлять такие задачи. Так мы же видим, как привлекают инвесторов. Никак. И как раз-таки, кстати, это то, о чем я говорил. Если мы будем сравнивать результаты по привлечению прямых иностранных инвестиций, предприятия, которые все еще находятся в этом самом отраслевом принципе управления, они нулевые. То есть весь результат получен предприятиями, которые не управляются чиновниками. Серьезно. Это потрясающий такой вывод, который, кстати говоря, уже именно экономики давно уже, они об этом говорят. Да. И, кстати, отсюда же, мне кажется, возникают, растут ноги вот этого последней идеи Симашка о том, что давайте мы просто Минпром переформируем у Министерства промышленной политики. То есть оно будет заниматься чем-то таким вот, ну, какими-то... Стратегическими движениями. Да-да-да, типа того. Ну, то есть это просто признание о том, что мы не можем управлять. Но если не можем, так может и не надо. Смотрите, если мы достигаем какой-то стабилизации и в политике, и в экономике... Это еще такое большое, если в экономике... Допустим. В политике мы достигли стабилизации. Да, стабилизацию... Нет, тут как раз-таки мы пытаемся с Денисом говорить о том, что если не заниматься стабилизацией в экономике, то очень легко получить стабилизацию в политике. Да, абсолютно. И это намного большая угроза, чем сама по себе там дестабилизация в экономике. Абсолютно точно, абсолютно точно. То есть если бы не было никаких проблем, которые могут возникнуть из этого экономического кризиса для нынешнего режима управления, никто бы, наверное, не обращал внимания. Да, мы бы очень быстро решили эти все вопросы. А вот. А здесь-то как раз проблема-то именно в том, что... Еще вот несколько таких вот решений, которые являются не решениями, просто, ну, так сказать, люди бы начнут задавать вопрос, а есть ли вообще у нас... Управляет ли у нас вообще кто-то чем-то? Какую логическую точку мы могли бы поставить в сегодняшнем разговоре? У нас еще 15 минут целых. Какая логическая точка? Хорошо, Сергей. Я все же буду клонить к концу, к завершению, потому что мне важно понять, если наступает стабилизация в экономике, в политике изменений не наступят? Не, я думаю, что наступят. Я, опять же, не политолог здесь, но как бы вопрос-то ведь в чем? Я думаю, что стабилизация это инструментами, которые работали раньше, она невозможна. Ну, то есть нужно просто, чтобы внезапно президент там куда-то съездил и нашел там почти 5 миллиардов долларов в течение следующего года. Вот вам будет стабилизация. Но это 14-й год. Надолго ли? А потом еще 15-й, который, если мы будем в таком же режиме дальше существовать, то вот эта дырка внешнего финансирования будет все больше расти и расти, да? То есть система, получается, что она просит есть все больше, а делится с электоратом все меньше. Социальное государство сворачивается. Абсолютно точно. То есть социальный контракт, хоть и существует, но он на пониженном уровне существует. И если экономические вопросы будут решаться, так вот, как говорит Сергей, то есть год от года там или каждые полгода нужно будет закрывать дырку, то, в общем, в конце концов это приведет к полной отчуждении электората и возникнет, да, закономерный вопрос. А как и на каком основании вы нами управляете? И это за собой повлечет уже совсем другие политические риски, которые, я уверен... Вообще никто не просчитывает. Во-первых, никто не просчитывает. Во-вторых, они, конечно, никому не нужны. И здесь опять вот проблема. Одна из проблем вот этих многих внутренних режимов, не только белорусского, вообще любого авторитарного режима, в том, что горизонт планирования очень близкий. И это связано в том числе и с качеством бюрократии, и с отношением самого государства. Нет, у нас-то, слушай, у нас такая концепция на период до 2020-30-го навалом. План действий правительства на период до 2020-го года. Концепции эти экономические, да? А что делать, допустим, в политике? Вот нащупывает правительство как-то вот способы расширения социальной базы. Вот помнишь, в начале 2012-го года президент заявил о политической реформе. И как все сразу начали это обсуждать, в конце концов политическая реформа вылилась во что? А что подразумевалось под политическую реформу? А никто не знает. Это как сначала с модернизацией, да? Тоже никто не понимал. Нет, почему? Потому что модернизация сразу сразу точно. Он сказал, что стены подлатаем, новые станки поставим, это будет модернизация. Это не сразу было. Это уже потом было, когда они начали конкретизировать. Сразу про модернизацию, когда он сказал, все начали думать о том, что будут изменяться и правила игры тоже. А вот этого второго слова в вопросе политической реформы не последовало. То есть все начали обсуждать политреформу. Пояснений не было. Да. Ну, в общем, она была как-то заиграна, откручена. И в конце концов это выродилось во что? В сокращение госаппарата. А, так это у нас типа такая политическая реформа. Это, в общем-то, да, есть политическая реформа. А реформа не произошла, во-первых, потому что, с одной стороны, это, конечно, угроза. А реформу, я на минуточку сейчас уточню. Ты имеешь в виду, это трансформация авторитарной модели, да? То есть, поиск, расширение базы, фактически. Это может быть, да, трансформация внутри самого авторитарного режима, в том числе по расширению социальной базы. Например, поиск новых опор. Вот эти три опоры, про которые я уже говорил. Например, создание партии власть. Единая Россия. Что рассматривалось. Как это была Россия? Ну, Беларусь, да. То, что рассматривалось. Ну, в конце концов, это, насколько я понимаю, уперлось в личное... Уперлось в качество самой Беларуси. Да. И в самой качество Беларуси. И, скажем, система на сегодняшний день, она очень персональная, персоналистская. И опираться на партию власть, это, в общем-то, значит, ограничивает саму власть. Ну, начнем с того, начнем с того, что вот ты вспоминал уже 1994 год. Ведь я как раз это хорошо помню. Имидж-то президента, на котором он приходил к власти, был именно одиночки, которые выходят против банды один из оружия. Ему не нужна была никакая партия. Ему армия не нужна. Она вредила бы даже. Это прослойка. Да. То есть он разговаривает с людьми напрямую. С народом напрямую, совершенно точно. Через вот эти вот все белорусские собрания. И это, кстати, еще одна веха, еще один вот этот вот ограничение для этого окна. Это как раз-таки следующий съезд, собрание, где нужно будет отчитываться по тому, что достигнут. Ну, которые, опять-таки, пройдут к выбору 2015 года. А достигнут, то есть ничего не будет. А ничего не достигнут. И даже наоборот, скорее, будет откат. Так вот это да, это впервые может произойти такая ситуация. Ведь когда у нас, 2001, да, был впервые лозунг доходов, да, 100 долларов. Потом 200 долларов, шестой, потом 500 долларов. И они все же были достигнуты. Ну, и только в 2010-м ненадолго. Ну, а сейчас может получиться так, что не то, что обещанную тысячу, про которую уже никто не вспоминает. Да, там, типа, надежда на то, что все забыли. Но ее не будет. А может получиться так, что еще и ниже будет 500, чем в 2010-м. Это тогда вообще уже как-то будет смотреться непристойно. Так вот, начал я с низкого горизонта, с близкого горизонта планирования. Что, в общем, тоже упирается и в отношение самого государства к той же самой бюрократии. То есть от нее требуется скорее кратковременная, краткосрочная личная лояльность, нежели какая-то долгосрочная работа, эффективная работа на благо страны. Так а какая, возможно, эффективная работа на благо страны, если непонятен стратегический курс? Такое ощущение, что вот эта модернизация, это была просто хоть какая-то попытка сказать, вот этот горизонт планирования расширить. Понимаешь? Потому что иначе все было, вот кроме модернизации, все действительно было тактическими решениями. Здесь, Сергей, мы выходим на еще одну очень большую и сложную тему идеологическую. Вопрос идеологии и вообще план развития государства, что мы строим, потому что нужно людям предъявлять. Если люди задаются вопросом после таких системных экономических кризисов, как в 2011 году, что, ну, хорошо, власть один раз допустила ошибку, мы опять поверили, опять растет рейтинг, но если будет еще один сбой, то... Модель-то уже не та, уже образ будущего не тот, уже не социально-ориентирован. И им тогда нужно объяснять, ради чего они, в общем, страдают, ради чего они теряют свои накопления. Если это действительно какая-то цель по постройке вот такого-то государства, с такими-то заданными параметрами, вот мы идем к этому светлому будущему, тогда, в общем-то, людей можно попросить потерпеть, затянуть пояса. Если людям этого не объясняют, а сейчас им не объясняют, зачем, почему, но просят, требуют. Ты вспомнишь, нужно же ужаться по поводу импорта меньше покупать, а они негодяи... Или как министр обороны говорил, что у военных нужно избавляться от нытиков, нужно больше патриотизма, вот, и не объясняют ради чего. И вот вопрос идеологии, я думаю, мы как-нибудь обсудим, он очень интересный. В следующей программе. Сегодня, если говорить о проблемах в стратегии, которой нет, кого привлекать к разработке? Есть потенциал среди известных всем персонажей? Нет, ну, во-первых, мне кажется, что, опять же, это же вопрос, а разрабатывать снова что? То есть вы хотя бы дайте техническое задание, да? То есть что вы хотите видеть? От кого оно должно исходить? Это политическое решение? Это не могут дать эксперты? Да. Задача политика, задача политика, это, значит, опираясь на анализ нынешней точки, вот где мы находимся в фазовом пространстве, да, в координатах, где состояние системы, задать, конечно, может получиться так, что его и не удастся достичь, но хотя бы там более-менее приблизиться. Направление будет. Да, но не задача экспертов сказать, что вот сюда или сюда или куда-то еще. Вы определитесь, чего вы хотите. И как раз-таки большая доля проблем нынешних, в том числе вот в этой итальянской забастовке чиновника, заключается в том, что от власти нет ответа, куда же мы сейчас идем. После кризиса 2011 года мы видим полную дезориентацию в этом вопросе. То есть, да, что мы строим непонятно. И людям, и команде, и бюрократам, и экспертам, независимым исследовательским центрам, они есть в стране, недоверие к ним, конечно, существует, и тоже нужно как-то преодолевать. Но нужны ориентиры, да, то есть, нужны политически заданные цели, куда мы стремимся. И эксперты под это уже напишут. Но поскольку политическое решение, оно как бы не в нашей власти, буду все же закрывать сегодняшний выпуск программы «Политэкономика». Последнее слово каждому из вас могу предоставить. Совершение нашего сегодняшнего разговора. Я, как это, значит, де профундис, да, значит, с глубины там возлав, обращаюсь теперь уже к политологам в том числе. Потому что, ну, моих, там, скажем, моей экспертизы и там сферы уже не хватает для того, чтобы объяснить, почему там то, что нужно делать в экономике, делать нужно. Действительно существуют какие-то, как мне кажется, даже скорее психологические, чем политические какие-то ограничения на нормальном пути стабилизации экономики. Соответственно, единственным, не знаю, возможен ли этот путь, но единственным способом все-таки, значит, сделать то, что нужно в экономике, это объяснить политические риски, пути, не следование вот тому, чтобы рынок, то есть дать возможность хотя бы рынку, в общем, ликвидировать накопившийся дисбаланс. Если вы не умеете сделать руками ничего, то просто хотя бы, ну, не сопротивляйтесь, ибо будет еще хуже. И нарисовать вот этот набор, может быть, мы как раз в какой-нибудь следующей передаче этим и займемся, нарисовать просто набор вот этих побочных эффектов, которые на самом деле, я убежден совершенно, что они оказываются не то, что в экономике даже более тяжелыми, чем просто, скажем, путь вот этой слова на буквы «Д», да, но еще и политически они будут тяжелее на самом деле. Да, то есть, если экономические риски, они, в общем, очевидны и они видны, и мы их уже как-то проходили, да, то политические риски практически не оцениваются никем и не прописываются, и они не очевидны. То есть, это что может быть, а вот политические риски, как мы уже говорили здесь, они могут быть намного выше, чем экономические. А ситуация ведь действительно весьма уязвима, мы об этом говорили. Да, абсолютно. И второе, это вот, наверное, наша задача, как раз-таки, если не разрешить, то, по крайней мере, проговорить, проанализировать вот эту дилемму одновременности, что за что цепляется в экономике, в политике, в государственном строительстве. Ну, официально эту точку времени мы слышали. По крайней мере, ее озвучил Мясникович, он говорил о том, что на время, значит, экономического реформирования политические реформы неуместны. Ну, видишь, мы своей сегодняшней передачей показали, что еще как уместно. Вот да. Более того, необходимо. Да. Я благодарю всех, кто был сегодня с нами. Благодарю, безусловно, и экспертов первого выпуска программы «Политэкономика». Напоминаю, что говорили мы сегодня с политологом, старшим аналитиком Белорусского института стратегических исследований Денисом Мельянцовым. Спасибо, Денис. Спасибо. И Сергей Чал, экономист, ведущий программы «Экономика на пальцах» был с нами. Спасибо, Сергей. Меня зовут Алена Андреева. Завтра в программе «Амплитуда» будем обсуждать как раз кадровый состав нынешних белорусских чиновников и этот самый кадровый потенциал. Может быть, какие-то ответы или поводы для следующих тем политэкономики завтра найдем. Встречаемся в 2 часа. Продолжение следует...